Добрый вечер! В эфире новости АТН. В студии работает Мария Пырсенкова. И в начале выпуска коротко о главном. Андрей Янголенко выпустили из-под стражи под залог. Сегодня комбата спецбатальона «Слобожанщина» встречали в Харькове. Призывы и щедрые обещания гражданам. Комитет избирателей Украины рассказал о том, как в области стартовали выборы в местные советы. На окружной не разминулись. Волга с прицепом и микроавтобус. Один человек погиб. Теперь подробности. Андрея Янголенко, подозреваемого в ряде покушений, в том числе на министра внутренних дел Арсена Авакова, накануне выпустили из-под стражи под залог. Сегодня командира спецбатальона «Слобожанщина» родные друзья встречали в Харькове. Андрея Янголенко накануне выпустили из-под стражи под залог. Сегодня в Харькове его встречают друзья. Комбата спецбатальона «Слобожанщина» обвиняют в подготовке ряда покушений. На министра внутренних дел Арсена Авакова, волонтёра Всеволода Кожемяк, командира Схидного корпуса Олега Ширяева, а также народного депутата Андрея Белецкого. Задержали Янголенко сотрудника СБУ 11 сентября. Прямо на рабочем месте и увезли в Краматорск. В тот же вечер в интернете появилась и аудиозапись, на которой якобы Янголенко разговаривает с потенциальным исполнителем убийства Кожемяки и Ширяева. При этом ни о Белецком, ни об Авакове речь в этой записи не шла. Следствие подозревает комбата в связях со спецслужбами России и террористами, а именно в том, что лидер оплота Евгений Жилин должен был оплатить эти убийства. В скором времени в качестве доказательства вины Янголенко военный прокурор Анатолий Матьеоз представил фотографии изъятого арсенала оружия, найденного при обыске по информации СБУ в квартире Янголенко. Краматорский городской суд избрал меру пресечения – два месяца пребывания в Артёмовском СИЗО, пока идёт следствие. Однако защита подала апелляцию. Апелляционный суд Донецкой области всё же оставил комбата под стражей, но установил возможность внесения залога в размере 1 миллиона 200 тысяч гривен. Их внёс министр внутренних дел Арсен Аваков. Свой поступок он прокомментировал лаконично. Да, я видел тоже некоторые эти материалы. Да, они дают основания для того, чтобы следователь разбирался. С другой стороны, я создавал эти батальоны, я знаю этих ребят, я с ними был на линии фронта, и с Андреем Анголенко в том числе, и с Ильей Анголенко в том числе. Я думаю, что хватит достаточно у нашего общества человечности, чтобы дать возможность этому человеку защитить себя и этому человеку измениться. Это причина та была, по которой я внёс этот залог. Сам Андрей Анголенко причину такого обвинения не понимает и говорит, даже в мыслях посягать на кого-либо не было. Знакомство с руководителем Титушек Жилиным напрочь отрицает. Аудиозапись признаётся, лично не слышал, а содержание говорит, ему пересказали его друзья. Добавляет аудио, скорее склеено, из разных кусков. Более того, Анголенко заявил о готовности сотрудничать со следствием. Ни на кого мы не планировали, даже в мыслях не было никаких покушений, никаких, чтобы вы понимали, даже против правных действий. Запись, говорит, разрезалась, запись соединялась, выбирались определённые слова. Одно слово, второе, потом, ну, чтобы вы поняли, всё, докупы, сшито. Разговор этот составлен с разных разговоров по разным этим. Народный депутат Андрей Белецкий, в отличие от Всеволода Кожемяки и командира схидного корпуса Олега Ширяева, комментировать задержание Янголенко не торопится. Объясняет, пока идёт следствие, давать оценку невозможно. Более того, Белецкий ставит под сомнение тот факт, что он фигурирует в материалах дела и уверяет, личных конфликтов с Янголенко у него никогда и не было. Не было личных конфликтов. Мало того, в принципе, мы, ну, скажем так, косвенно помогли созданию и их добровольческих подразделений. То есть, по сути, причин у него покушаться на вас не должно было быть? Я не уверен, что в деле фигурирует покушение на меня. Пусть сначала нам покажут хоть какие-то материалы дела. Друзья и близкие Янголенко считают, комбаты слабожанщины оклеветали. И, скорее всего, говорят, причина кроется в давнем конфликте между ним и командиром схидного корпуса Олегом Ширяевым. Но окончательно все эти версии должно подтвердить или опровергнуть следствие. Инна Степанишина, Игорь Новиков, Агентство телевидения Новости. До выборов меньше месяца наблюдатели уже начинают подводить первые итоги предвыборной гонки. Сегодня Комитет избирателей Украины представил результаты своих наблюдений. Как идет подготовка к выборам в Харькове, выясняла Оксана Нечипаренко. Подготовка к выборам идет своим ходом. Уже сформированы территориальные избирательные комиссии. Особых нареканий на их формирование в Комитете избирателей Украины нет. Все было сделано вовремя. Не испортила картину небольшая заминка с городским избиркомом, где решили отложить формирование районных комиссий, мотивируя это отсутствием городской оснований и полномочий. Но решение ЦИК исправило ситуацию, и до 16 сентября составы районных комиссий были названы. Не зафиксировали пока и серьезных нарушений во время агитационной кампании. Традиционное использование админресурса, ремонт дорог, благоустройство районов под эгидой тех или иных сил, а также активные встречи в конце августа-сентябре представителей райадминистрации жителями по вопросам оформления субсидий, хотя и свидетельствуют о непрямом подкупе избирателей, но считаться таковыми не могут, ведь они были осуществлены до регистрации кандидатов. Мы понимаем, что и уже по тем спискам, которые выдвинуты, в частности, от партии Ведроджиня по городу Харьков, мы видим, что те люди, которые приходили оказывать услуги, или от их имени оказывались вот такие услуги, они будут сейчас идти в списках вот этой партии, и, скорее всего, будут прикреплены к тем округам, где раздавалось, либо информировалось о том, кто оказывает услуги, либо организовывает встречу. Уже сейчас, после официальной регистрации, заниматься этим будет сложнее, отмечает Камчатный, и, скорее всего, активного гречкосеятельства, как это было на парламентских выборах, не будет. Мандат местного депутата не столь значим. А вот что роднит местные выборы с выборами в Верховную Раду – это призывы и щедрые обещания гражданам. Особенно парламентские партии, мы видим, что такое, мы понимаем, что как будто у нас выборы парламентские. Возможно, они готовятся к неочередным выборам парламентским весельям, я не знаю, но это надо, скорее всего, у них опросить. Но все вот эти вот призывы их, все вот эти освещения проблем, они большинство своим случаем далеки от проблем именно громад. Но, несмотря на все особенности нынешней избирательной кампании, местные выборы 2015 будут более честными, отмечает Камчатный, чем в 2010-м. Благодаря изменениям в законодательстве в них теперь могут участвовать любые политсилы. Проследить за исполнением выборного законодательства пообещали и в облгосадминистрации. Создана областная рабочая группа из числа представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которая будет помогать в обеспечении организации выборного процесса. Заинтересованность местными выборами проявили и за рубежом. В Украине уже работает 80 долгосрочных наблюдателей стран-членов ОБСЕ, а в день выборов к ним присоединится еще 600 человек. Оксана Нчапаренко, Андрей Домовой, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Многие пожилые люди считают, что пенсия им насчитана неправильно. Куда обращаться, чтобы сделать ее перерасчет, смотрите далее в сюжете. Лидия Петровна узнала, что уже тысячи пенсионеров обратились в приемную депутата Горсовета и лидера народного контроля в Харькове Анатолия Радзинского и сама также пришла сюда за помощью, чтобы ей помогли увеличить размер пенсии. Я обратилась в офис Радзинского, к специалисту, посоветоваться, что как надо для перерасчета моей пенсии. Мы проверяем правильность начисления пенсии по тем документам, которые предоставляют нам заявители и рекомендуем в ряде случаев эффективно провести перерасчет по заработной плате. Лидия Петровна, благодаря полученным рекомендациям, собрала необходимые документы, отнесла их в пенсионный фонд и добилась увеличения размера пенсии. Анатолий Радзинский говорит, что таких пенсионеров огромное количество и в его приемной им оказывают максимальную помощь. И я, Анатолий Радзинский, как депутат Харьковского городского совета и как лидер народного контроля в Харькове, буду и дальше помогать пенсионерам, делать все возможное, чтобы их пенсия была увеличена и правильно рассчитана. Также Радзинский отметил эффективную и плодотворную работу депутатов народного контроля в Верховной Раде над законопроектами по увеличению пенсий. Антон Сушкин, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости». В эфире новости АТН. Далее выпуски. Сегодня в родном вузе Владислава Зубенко, самого младшего харьковчанина-героя Небесной сотни, установили мемориальную доску. Здесь мы уже можем положить два больных и транспортировать его куда нам надо. Скорые для Украины. Канадские парамедики презентовали Харьковскому военному госпиталю реанимобили. Главное, чтобы детки увидели, куда это все идет, чтобы была у них мотивация, для чего это делать. Изготовить обереги для бойцов АТО вызвались воспитанники центра для детей с проблемами зрения. Вдохновить школьников на работу пришел снайпер 92-й механизированной бригады. Подробности через несколько секунд. Авария на окружной. Один погибший, двое пострадавших. В районе села Лесное не разминулись «Волга» с прицепом и микроавтобус «Мерседес». Машины восстановлению не подлежат, пострадавшие в тяжелом состоянии. Окружная 8 вечера. В районе поселка Лесное почти посередине трассы столкнулись «Волга» с прицепом и «Мерседес Вита». Какая машина в какую сторону ехала, устанавливается. Наверняка определить направление движения по расположению автомобилей после столкновения невозможно. С характером пошкоджений транспортных засобов я бы вважал, что скорость была, возможно, даже перевищена. Оскільки майже лобовое зитнение и транспортные засобы после зитнания, близко 25 метров, еще продолжили рух, тому скорость, возможно, была перевищена. 44-летний водитель «Волги» погиб на месте аварии. Его 38-летняя жена доставлена в больницу. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и травма позвоночника. Пострадал и водитель «Мерседеса». У 52-летнего мужчины травма головы, сотрясение и перелом бедра. Состояние обоих пострадавших стабильно тяжелое. На данной площади место не освятлено, а что касается дорожного покрытия, оно было сухое, в отличном состоянии, дорожная разметка, отбийники с обеих сторон. Поэтому причиной, наверное, может быть именно то, что один из водителей порушил правила дорожного движения, допустил выезд на встречную смугу. Восстановить картину столкновения и определить, кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, можно будет только после окончания всех экспертиз, говорят в ГАИ. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Он шел под пули снайпера в турнирных рыцарских латах. В родном вузе Владислава Зубенко, самого младшего харьковчанина, героя «Небесной сотни», сегодня установили мемориальную доску. Владислав Зубенко был самым младшим из харьковчан героем «Небесной сотни». 20 февраля 2014 года 22-летний парень в рыцарских доспехах прикрывал щитом и выносил из-под огня раненых, когда в него попала разрывная пуля снайпера. За жизнь Влад боролся 8 дней, но 28 февраля его не стало. На протяжении последнего года активист Евромайдана и журналист Владимир Чистилин собирал воспоминания близких и друзей о Владе, просмотрел десятки видео и фотографий. Все это вошло в документальный фильм о троих харьковчанах, погибших на Майдане. Мы дослеживали все его життя, оно было очень сложное. Благополучная семья, очень сложные условия, он почти 12 лет жив сам. Он был поэтом, он писал чудовие вирши, он был волонтером, когда это слово еще никто не вживал и ездил за кордоном. Он играл в чемпионате света, он играл за сборную Украину в рыцарских турнирах. Это они там по-справедному билися. Турнирные рыцарские латы и щит – это все, что Влад взял в Киев для защиты. На Харьковском Евромайдане небезразличный парень с яркой харизмой приходил с первого дня. В охваченную протестами столицу сорвался в кровавый вторник, когда стало известно о десятках раненых и погибших побоища возле Мариинского парка. На Майдан он попал за день до гибели. Последняя запись, которую оставил в соцсетях «Як тебе налюбиты, Киевы Мий». Он пришел до нас, как всегда, на шестую часу до памятника Тараса Шевченко. И там уже 18-го, когда начались очень серьезные события, первые жертвы, он сказал, что хочет ехать. Мы тогда организовывали поездку. Мы дослідили, как они ехали. 18 часов они машиной ехали через все блокпасти, добираючись до Киева. Потом они лежали в последнюю ночь поруч с Женей, которым нашим героем. За полгода до начала Евромайдана Влад Зубенко выпустился из Университета железнодорожного транспорта в Харькове. Родной факультет управления процессами перевозок. Диплом с отличием. Объединял, совмещал обучение в университете с игрой в клубе «Что, где, когда». Она очень активно участвовал во всяких реконструкциях, в любых исторических событиях. Ну, она уже по окончании обучения пошел работать на Южную железную дорогу. И, в принципе, на Майдан уже поехал так работник Женей, железнодорожного транспорта. Просто я бачу, яка зараз молит в нас, как она ставится до всего-всего. То есть, даже не в том понятии, что одобряючи на одобряю, они просто не цікавлятся этим. То есть, они живут только сегодняшним день, сегодня там нужно погулять, где-то побывать. Но в целом, они не думают про развитие, им без разницы, в какой стране жить. Сегодня в родном вузе Героя Украины открыли мемориальную доску. А скоро в университете появится лаборатория информационных систем и технологий имени Владислава Зубенко. Две недели назад память выпускника, отдавшего жизнь на Евромайдане, почтили и в Харьковском университете радиоэлектроники. Там открыли мемориальную доску Евгению Кадляру. Фильм «Герои не умирают», а погибших харьковчанок, героев Небесной Сотни, в Харькове покажут в середине октября. После этого его планируют подавать на международные кинофестивали и показывать представителям украинских диаспор за границей. Алена Сорока, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Военным госпиталям в подарок от Канады. Зарубежные активисты и парамедики презентовали реанимобили Харьковскому военному госпиталю. По их словам, это только первый этап проекта «Скорые для Украины». Два современных реанимобиля, уже испытанные зарубежными парамедиками, это подарок Харьковскому военному госпиталю от активистов из Канады. Деньги на него там собирали около полугода. Катерина Велинга, представитель комитета Евромайдан Канада, говорит, что в этом проекте под названием «Скорые для Украины» участвовали и благотворительные фонды, и организации парамедиков, и просто представители украинской диаспоры. На собранные деньги удалось купить четыре реанимобиля, которые и были доставлены в украинские военные госпитали. Два в Харьков и по одному в Днепропетровске, Винницу. Эти машины передали парамедичные организации из Канады. То мы знаем, кто на них ехал, как они… Это не то, что мы их купили от любого человека в акционах или что-то такое. Мы знаем, в каком состоянии это очень важно. То мы имели такие критерии, которые они должны ответить, чтобы передавать. Эти реанимобили, говорят, в госпитале будут использовать как для транспортировки тяжелых раненых и больных по Украине, так и для перевозки военных из гражданских больниц, которые находятся в зоне АТО. Скорые оснащены всей необходимой аппаратурой и препаратами для реанимации и неотложной помощи. Но их основное отличие от тех реанимобилей, которые уже есть в военном госпитале, в том, что здесь вдвое больше мест для перевозки лежачих больных. Этот реанимобиль рассчитан на двое лежачих больных. Или травмированных, пострадавших больных, раненых, тяжелых больных – два. В реанимобиле, который у нас есть, это на одно место, то есть один больной. Здесь мы уже можем положить два больных и транспортировать его куда нам надо. Канадские активисты говорят, это только первый этап проекта «Скорый для Украины». До конца года они обещают прислать еще более десятка реанимобилей для потребностей украинских госпиталей, которые постоянно принимают раненых и тяжело больных из зоны проведения боевых действий. Лариса Говина, Павел Велицкий, Агентство телевидения новости. В Харьковском специальном учебно-воспитательном комплексе для детей с проблемным зрением состоялась необычная встреча. К детям пришел участник АТО, снайпер 92-й механизированной бригады Иван Ракич, чтобы научиться вместе со школьниками делать фронтовые береги и плести патриотические браслеты. Волонтер Елена Плотникова представляет детям маскировочные костюмки киморы, которые они разработали специально для разведчиков с передовой. Их группа «Маскировка для АТО» уже более года занимается плетением сетей, шитьем костюмов для бойцов. С начала боевых действий на Донбассе эта продукция была очень востребована. Сейчас ситуация лучше, но у оберегов и символики все равно не хватает. Поэтому возникла идея привлечь школьников к плетению браслетов и изготовлению мотанок. Первыми откликнулись воспитанники Центра для детей с проблемами зрения. Волонтеры у меня все время просят символику, буквально вырывают ее, как горячие пирожки из рук. Я буду просить ребят, которые поедут туда, мне фотоотчеты. И в следующий раз я символику буду менять только на фотоотчеты. Мне самое главное, чтобы детки увидели, куда это все идет, чтобы была у них мотивация, для чего это делают. Директор учреждения Александр Белоусов говорит, что его дети уже объездили почти все военные части в Чугуеве, устраивали концерты, общались с бойцами и просто забросали их предложениями чем-то помочь. Вообще патриотическим традициям в этом учебном заведении могут поучиться и другие школы Харькова. У нас это, в общем-то, определенные традиции уже заложены в школе. Вот если вы приедете к нам без 19, у нас в школе жизнь замирает, звучит дим, в школьном дворе поднимается флаг. И ребята, даже технички, в возрасте идет с ведром, она становится, она знает это отношение. В общем-то, государство. На первую встречу в комплексе имени Короленко волонтеры пригласили Ивана Ракича, харьковчанина, недавно вернувшегося из зоны боевых действий. Он руководил снайперами в 92-й отдельной механизированной бригаде. Отважный мужчина, сам отец трех детей, не смог совладать с эмоциями, рассказывая о своей фронтовой мотанке. Со мной прошла всю войну. Восемь долгих месяцев. Она была со мной в счастье. Она была со мной на трех избенке. Она была со мной в поселке Старая Еда. И, поверьте мне, действительно защищает и оберегает не бронежилеты, каска, а защищает и оберегает та сила, с которой вы передавали ту любовь для нас. На мастер-классах ученики из 8-го Б начали с самого простого. Каждый взял в руки две ленты – желтую и голубую, чтобы превратить их в браслет. Вот, смотрите, вот эту штучку берете, вдеваете, и потом вот эту длинную веревочку берете, сшиваете. Не у всех получалось сразу, но дети заверили, что всему научатся обязательно. И уже через неделю будут готовы отправить бойцам сотни патриотических оберегов, чтобы их поддержать. Ну как, вот ощущения опиши, получается? Немножко. Я не понимаю, как, но как-то получается. Я считаю, что это в любом случае нужно, как особое какое-то внимание, что это все-таки тебя помнят. У меня дядя тоже ушел. Волонтеры хотят привлекать к плетению оберегов и другие учебные заведения Харькова. Но пока предложение от школ не поступало. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Таким был вторник, 29 сентября. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Пурсенкова. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok